Как показывает практика, к авиакатастрофе приводит, в общем-то, не одно решение, а именно совокупность факторов. Вот в ситуации Сяк-42 все началось с того, что один из членов экипажа неправильно поставил ноги на педали, в результате чего одновременно с разгоном по взлетно-посадочной полосе происходило торможение самолета. Понимая, что возникла нештатная ситуация, командир воздушного судна вообще-то должен был отдать команду о прекращении взлета. Но вместо этого он почему-то изменил положение стабилизатора, который изначально находился в правильном положении и сильно потянул штурвал на себя. Это привело к тому, что оказавшись уже за пределами полосы, самолет все же смог оторваться от земли, но его носовая часть настолько задралась вверх, что повлекла мгновенную потерю высоты, ну и, соответственно, неизбежное столкновение с землей. Тем не менее, все-таки, несмотря на очевидные ошибки экипажа, которые, кстати, подтвердила экспертиза, все-таки первой причиной этой катастрофы следует считать крайне неудовлетворительное отношение к подготовке летного состава. Частые пропуски занятий по теоретической и практической подготовке привели к тому, что этот экипаж не обладал достаточными навыками пилотирования этого типа самолета и не смог справиться с нештатной ситуацией. Ну а за организацию процесса обучения отвечал руководитель летной службы авиакомпании Ягдсервис Вадим Тимофеев, поэтому именно его мы и привлекли к уголовной ответственности. Также в ходе расследования выяснилось, что Тимофеев практически не анализировал данные бортовых самописцев, фиксировавших ошибки погибшего командира воздушного судна во время прежних полетов. Ну а ошибок, как оказалось, было немало, причем некоторые из них могли создать реальную угрозу безопасности полета. Но, как выяснилось, никаких мер со стороны Тимофеева предпринято не было, он осознанно продолжал допускать к полету все того же командира. Более того, экипаж был сформирован таким образом, что два пилота и бортмеханик выполняли совместно всего лишь третий рейс. При этом они даже не прошли совместные тренировки на тренажере, чтобы как-то суметь решить нештатную ситуацию. Поэтому уже сейчас можно, наверное, с уверенностью сказать, что именно надлежащий подход к подготовке летного состава в этой ситуации помог бы все-таки избежать трагедии в несшей жизни 44-х человек. Теперь, что касается состояния воздушного судна, то результаты экспертиз подтвердили его полную исправность. Но в настоящее время Следственный комитет продолжает тщательно исследовать и иные причины, способствовавшие этой трагедии. Как известно, вопросы, связанные с подготовкой пилота, сыграли роль и в Казанской катастрофе 2013 года. Поэтому в рамках ряда уголовных дел следователь продолжает выявлять факты незаконной выдачи учебными центрами документов, которые впоследствии служили основанием для продления действия свидетельств пилотов.